Доброго дня! Вы смотрите программу о животных на телеканале Самарагиз. Программа называется «Просто хочу домой». Такое необычное название, потому что даже животные приходят в свой дом, в свое место обитания, там, где ему комфортно. Итак, прежде хочу поздравить всех защитников с этим знаменательным праздником, не только мужчин, но и женщин, и ведь они тоже стоят на страже нашей Родины. Самое главное – здоровье и мирного неба над головой. Что сегодня вы увидите в нашей программе о животных «Хочу домой»? Видеовизитки двум собакам и одной кошкой ищут своих владельцев. Посмотрите, и может кто-нибудь вам понравится, и вы осчастливите бедное животное. В прошлых двух эфирах мы рассказывали о черепахах, сложности их содержания, о шинчилле, плюсы и минусы содержания в домашних условиях. Ну а сегодня познакомим еще с одним домашним животным «Ослики. Как живется Ослику в центре Самары». И главная часть программы. Гость в студии, заместитель начальника службы, начальник отдела кинологической подготовки, службы организации кинологической деятельности, привожеской оперативной таможни, полковник таможенной службы Алексей Веремей. Алексей, как говорится, таможню дает добро. Здравствуйте. Здравствуйте. Алексей, первый вопрос, кинологическая служба в таможне всегда ли она была? Кинологическая служба начала в таможенных органах развиваться с 90-х годов прошлого столетия. Интенсивное развитие, начиная с 92-го года, получило развитие кинологической службы Дальневосточного таможенного управления. И в дальнейшем кинологические службы получили развитие и в других управлениях уже. В дальнейшем первый кинологический центр в таможне создается в 2003 году. Он существует и до сих пор. Основной его задачей является подготовка специалистов-кинологов, а также подготовка служебных собак. Вот именно Самарская таможня или при Самарской таможне то, что ваше отделение делает, да? Нет, это делается на всю Россию, это делается для нужд ФТС. Вот именно у нас на территории Самарской губернии есть такая школа? Ну, у нас одна из таких школ, у нас их на данный момент в России три. Ага. Ага. Самая старшая школа и самая, как бы, развитая школа это Московская область. Город Димитра, да, по-моему? Это город, это Щелковский район, деревня Орлова. Ага. А вот те школы, которые были раньше в Нальчике или в Ростове-на-Дону, они также функционируют? Они, наверное, функционируют, но они, по-моему, отношения имеют к МВД, к структуре. КМВД, да. А с 1993 года появилась Самарская таможня и сразу появилось кинологическое отделение, правильно? Нет, не сразу. А с 1993 года Самарская таможня сама прошла путь развития определенный, а кинологическое подразделение появилось только в 2000 году. Тогда было организовано отделение численностью в два должностных лица, два кинолога и, соответственно, были приняты две служебные собаки. Всего две на всю Самарскую таможню? Да, на тот момент, да. А вы как давно работаете кинологом в Самарской таможне? В Самарской таможне я как раз и пришел в 2000 году. А, в 2000 году, да? Да. Какова задача, какова задача перед кинологами вашей службы, вашего ведомства? Основной задачей является, поскольку собака является средством, способствующим предотвращению пересечения, раскрытия и расследованию преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов, соответственно, собака применяется с целью выявления запрещенных товаров, которые пересекают таможенную границу. А что значит запрещенные товары? У вас собака, она понимает, что вот этот товар запрещенный, а этот нет? Или все-таки работа собаки с наркотическими веществами? А, в том числе с наркотическими веществами. Собака как средство используется для предотвращения перевоза через таможенную границу наркотических средств, оружия, боеприпасов, иных товаров, обладающих индивидуальным запахом. Соответственно, то есть есть потребность в обучении собак по наркотикам, значит, мы будем обучать и использовать собак по наркотическим средствам. Возникнет необходимость в поиске других товаров, в том числе денег, может быть. А для таможни деньги – это тоже товар. То есть, получается, собака, мы прощаем собаку нюхать, обнаруживать деньги, пачки с деньгами? Да. Ничего себе. А какой запах у них вообще? Или деньги, как говорится, деньги не пахнут? Деньги пахнут. Деньги пахнут достаточно сильно. Собственно говоря, как и все товары, имеют свой определенный запах. Если, как бы, для Калининграда, допустим, это актуальный янтарь, то, значит, будем искать, обучим искать янтарь. То есть, получается, хорошо. То есть, получается, есть такой некий список товаров, и собака должна понимать, что это товар именно из этого списка. И если он запрещен в ВОЗу, да, ну, или там декларация, или без декларации, да, без декларации, скажем так, то собака должна его обнаружить. Ну, первое правило, то есть, есть потребность в обучении собаки по тому или иному направлению, ну, допустим, наркотические средства. Соответственно, мы обучаем собаку на поиск и обнаружение наркотических средств. Вот сколько позиций сейчас знают ваши собаки? Сколько этих позиций? Мы, как бы, позиций особо не считали, но, на самом деле, их достаточно много. Это взрывчатые вещества, наркотические, это деньги, это, допустим, там, еще какое-то, не знаю, там, колеса от санкционного товара, от машины, да, которую нельзя провозить сюда. Ну, есть более стабильные категории, допустим, дериваты. То есть, это, как бы, части животных, растений, которые внесены в список и запрещены к перемещению. С ними работать проще. Потому что есть товары, которые возникают сегодня, сейчас, а есть, как бы, которые наносят вред нам постоянно, и, соответственно, требуется их постоянный контроль. Я задам еще один вопрос, но уже, наверное, после того, как мы посмотрим сейчас видеовизитки о собаках и кошках, которым ищем своего владельца, обращаю внимание, что мы проверяем собак, по крайней мере, на наличие немотивированной агрессии и первичного поведения, именно такого необычного и агрессивного при подходе нового человека. И в конце каждой визитки мы указываем номер телефона, по которому вы сможете обратиться за более подробной информацией о той или иной собаке или кошке. Итак, в программе «Хочу домой» в рубрике «Видеовизитки» мы показываем собак и кошек, которым ищем своих владельцев. Мы проверяем собак на социальную безопасность и отсутствие агрессии к новым людям, что позволяет пристроить собак в хорошие руки и в дальнейшем получать удовольствие от общения с новым четвероногим другом. Перед нами Линда. И кажется, что эта собака перекормленная, толстая и жирненькая, но нет, на самом деле она имеет просто широкий костяк, жира у нее не так много, можно прощупать ребрышки, просто вот сама по себе такая вот широкая талия, такая широкая комплекция, по которой можно, в общем-то, с первого взгляда сказать, что собака имеет избыточный вес. Но на самом деле это не так. Вот такая замечательная собака и ждет своего нового хозяина. Обратите внимание на Линду и заберите ее домой. Через два месяца она станет самым верным четвероногим другом. Обращаться по телефону 8 927 701 36 38. Посмотрите, какой красивый мудрый кот. А ему всего десять месяцев. Назвали его базилик, и ему ищут своего хорошего владельца. Мы ищем самых лучших маму и папу. Он кастрированный, двукратно привитый, очень игривый, отлично знает лоток. Когтеточку тоже мы знаем и умеем драть. В общем, ребенок полностью готовый к пристройству. Единственное, что на данный момент, конечно, напуганный. А так прям очень игривый и классный. Обратите внимание и заберите его из приюта. Ему очень хочется иметь своего владельца и свой уютный дом. Обращаться по телефону 8 937 663 85 82. Весьма активная по характеру собака. Особенно, когда видит или стоит рядом с новым человеком. Нужно немножко времени, чтобы она успокоилась. А лучше немного походить с ней на занятия. Зовут ее Луна. Ей около двух лет. Нашли на улице, подбитую после столкновения с автомобилем. Ее подлечили, стерилизовали. И сейчас ищут своего известного, доброго владельца. Обращаться по телефону 8 927 701 36 38. Так, Алексей, ну вот тот вопрос, который у меня был еще до нашего видеоизита. Целесообразность использования собак в таможенной службе. Да, то есть целесообразность здесь немножко, то есть эффективность это один момент, целесообразность немножко другой момент. Собака по своим характеристикам максимально подходит для выявления запрещенных товаров. То есть некое такое психологическое давление на людей, которые проходят границу и человек раз и увидел собаку и все. В том числе и так такая работа может быть проведена. Но на самом деле собака по своим данным, первое, легко обучается. То есть мы можем обучить собаку в течение трех месяцев для поиска того или иного вещества или того или иного товара. Собака мобильна. У нас страна большая, регионы различны. И одна собака может быть использована как в аэропорту для поиска обнаружения веществ в зоне выдачи багажа. Также может быть применяться на морских судах. То есть вот эта мобильность, это одно из самых высоких ее качеств. Плюс неприхотливость содержания и дешевизна содержания. А в нашем аэропорте Курумыча там есть таможенная служба? Есть, да? Я в каком плане хочу задать вопрос. Есть ли там собаки, которые применяются? Конечно, у нас есть. Там я как-то ни разу не видел. Самара крупный город, у нас есть международный аэропорт. Соответственно, там работает таможенный пост, который находится в зоне деятельности самарской таможни. И, соответственно, там применяются служебные собаки. Они не обязательно должны использоваться вот прям непосредственно при пассажирах. То есть есть зона, где может быть проведен досмотр или осмотр того или иного багажа без привлечения гражданских лиц. Есть ли специфика работы в поиске или обнаружении чего-либо и на задержание тоже используются собаки в вашей службе? В таможенных органах используются служебные собаки для поиска и обнаружения наркотических веществ, оружия, боеприпасов и иных товаров, обладающих индивидуальным запахом в ходе проведения таможенного контроля, неотложенных следственных действий. Также в таможне используются служебные собаки как собаки-детекторы. Также имеется возможность применять служебных собак для поиска собак по его индивидуальному следу. Это разыскные собаки. Ну и вот самый вопрос, который задержание. Применяется ли задержание? Задержание у нас не применяется. Есть собаки, которые используются для охраны объектов таможенной инфраструктуры. Их у нас в ФТС всего две, поэтому как бы не стоит уделять им большого внимания. Они очень малочисленные. Вы сказали, наркотические вещества, правда ли, очень часто мне задают такой вопрос, правда ли, что собака кормит наркотиками? Конечно же нет. То есть, по аналогии, ну тогда собаку, которая готовится на взрывчатку, нужно кормить тротилом. А ту, которая деньгами, наверное, деньгами. Ну, конечно, это как бы пережитки прошлого, и это мифы. А на самом деле имеются вещества, которые имитируют запах искомых веществ. Соответственно, собака привычается к тому, что, допустим, ее игрушка пахнет исковым веществом. А какие породы применяются для работы в таможне? В основном для работы с таможней... Будет еще один вопрос, который я задам все-таки уже в конце. Ну, вот сейчас конкретно, давайте по породам. По породам в таможенной службе используются в основном собаки служебных пород, ну и иных, пригодных для этого пород. Соответственно, то есть, ну, в основном это как бы породные собаки. В основном на... Немецкая овчарка, восточная овчарка. Немецкая овчарка, малинуа, очень много лабрадоров, очень много спаниелей. В зависимости от конкретной службы, от конкретного даже места работы подбирается именно порода собак по размеру. Соответственно, под каждого кинолога индивидуальный подбор проводится. Поэтому, как бы, очень много собак используются по направлению. В основном охотничьи, служебные. Какие лучше всего собаки? Высокие, крупные породы или мелкие? В зависимости от всего. Мне приходилось в свое время работать с мелкой собакой, со спаниелем. Со спаниелем можно работать, можно досматривать достаточно много объектов, но у них тоже есть свои пределы, есть свои ограничения. В этом плане, конечно, лучше использовать тандем, большая маленькая собака. Маленькую собаку, соответственно, проще поднять, куда-то занести, поднести. Ее легче, она может быть более мобильной, большая собака более вынослива, как правило, более работоспособна, ее содержание, как правило, проще. Кстати, вот те специалисты, которые работают с собаками в вашем ведомстве, они могут иметь собаку у себя дома? В том числе и да. Они соответствуются или все-таки собака должна быть именно в условиях, проживать в условиях вольера, в условиях питомника? По решению начальника таможенного органа собака может проживать с кинологом у него на дому. Насколько сложно и долго подготавливать собак для вашей службы? В среднем. Это не долго, это не сложно. Но с одной стороны не сложно, с другой стороны сложно. При подборе качественного материала, ну, соответственно, хорошей собаки, обучение длится около трех месяцев. И дальше только тренировка, тренировка, тренировка. Спасибо. Мы вынуждены прерывать наш разговор и перейти к сюжету. В прошлых двух эфирах мы рассказывали о черепахах, сложности их содержания, о шиншилле, плюсы и минусы содержания в домашних условиях. Ну, а сегодня познакомим еще с одним домашним животным. Да, именно домашним животным. Ослике. Как живется ослику в центре Самары? Ослик Шурик живет почти в центре Самары на станции Юнатов. Так раньше называли это место внешкольного образования, а сейчас это Самарский эколого-биологический центр. После его открытия с начала 90-х годов поселили сюда ослика, который жил и приносил радость всем детям, так как был очень добрым и контактным животным. Но он состарился и выбыл из жизни. Больше года домик старого ослика пустовал. Долго подбирали замену. Но однажды одна из организаций, помогающая детскому центру, нашла подходящего ослика и привезла в центр. Сейчас Шурику 4 года. Он еще строптив и весел от юности. Воспитанием и дрессировкой занимается педагог дополнительного образования детского центра Наталья Иванова. Его нам подарили. Ему сейчас 3,5 года. Ну, уже весной будет 4. Мне он достался в полудиком состоянии. На нем никто не ездил и мало кто с ним занимался. Ну вот, за полгода мы с ним очень хорошо подружились. Сейчас мы уже полтора года с ним вместе. Я его сама объездила. Ну и вот, как дрессируется, вы сегодня наблюдали. А наблюдали то, что редко увидишь даже в цирке. Но очень знаком этот прием в кинологической среде. Команда рядом. И самое главное, ослик Шурик любит приносить предметы, брошенные его наставницей. В кинологии этот прием называется апорт – подноска предмета. Удивляются люди и даже местные кошки, смотрящие из окна соседнего дома. И на первый взгляд кажется, что дрессировка проходит без проблем и труда. Успех в дрессировке возможен только при хорошем контакте и знании характера любого животного. Шурик обладает уникальным характером. Он очень любознательный. Он очень умный, естественно. Но могу сказать, что в чем-то и злопамятный. То есть кто его обидит не по делу, он это запоминает и потом будут последствия. Я его, конечно, тоже наказываю. Но если по делу, он это понимает и абсолютно адекватно воспринимает. Сейчас ослик находится в стадии обучения, а точнее объезда. Чтобы в дальнейшем на нем можно было катать детей, его приучают спокойно относиться к их крику, активному поведению, брать мягкое лакомство из рук детей. А как вообще к посторонним людям он относится? Вы наблюдали сегодня с любопытством и доброжелательностью. Ждет сухарики. Ну, я его угощаю обычно сухариками. Они как бы самые диетические для него. Ну, без проблем можно угощать морковкой, яблочками, немножко капустки давать, сахарочек. В основном ослы быстро привязываются к своему хозяину, узнают его и бегут, завидев его. Однако в качестве домашнего животного заводить стоит только в условиях подготовленных для содержания. А это конюшни или коровники с вольерами и местом для выгула. В Средней Азии ослики до сих пор являются тягловой силой и помогают людям в хозяйстве. Итак, наш праздничный эфир продолжается. Всех защитников отечества с праздником. И теперь вопрос по непосредственной тематике нашей программы. Очень много бродячих собак, которые перебегаются по городу. Ну, кто-то локально, они, ну, какая-то стоя, она оседлая, она живет в одном месте. Есть все-таки такие бродячие, которые реально перебегаются с одной точки в другую. Вот, допустим, вы приезжаете, да, приходилось ли сталкиваться вот с такими бродячими собаками во время применения собаки на поиск чего-либо? Ну, как правило, мы не сталкиваемся, потому что мы работаем в зонах таможенного контроля. И, соответственно, то есть это какие-то территории или помещения, то есть они изолированы от бродячих собак. А бывает так, что, допустим, вот ваша собака идет, вообще она должна обратить внимание на дворняк? Нет, не должна, конечно. То есть в целом тренировки проводятся, то есть и групповые занятия проводятся, чтобы собаки не отвлекались на сторонние раздражители. Допустим, собака прошла базовый курс трехмышечной подготовки, ну, скажем так, на наркотические вещества. А надо переделать ее на, допустим, поиск денег. Сколько времени на это уходит? Еще уйдет два с половиной месяца примерно. А, то есть еще два с половиной месяца. Сложнее собаку готовить именно, когда она маленькая, ну, там, с восьми-девяти месяцев, или все-таки уже полтора-два года ее проще переделать, допустим, еще на какой-нибудь искомый запах? Ну, у нас собаки обучаются вообще с десяти месяцев и до трех лет, пожалуйста. Можно обучать чему угодно, как угодно, по потребности, потому что у нас все в мире меняется. У собаки не происходит вот эта каша в голове? Ну, не происходит. Все равно есть ограничитель какой-то. Не может быть бесконечного количества запахов. Большое количество собак в приютах. И весьма, когда мы посещаем приюты, довольно-таки часто смотрим на тех собак, довольно-таки, ну, есть неплохие экземпляры, их немало, вот, которых можно все-таки использовать на службе. Вы не рассматриваете такой вариант? Или все-таки вам нужна именно породистая собака? Ну, лучше иметь, как бы, рабочий и все-таки породистый материал. Это связано в основном с генетикой. Это связано с наличием заболеваний в том числе, и которые передаются из поколения в поколение. С собакой из приюта может получиться казус, то есть в базовом варианте она нам будет подходить, все будет замечательно, однако через 2-3 года она может быть ослеплен, ослепнуть. А, вот так. Да, то есть мы потратили средства, потратили время, и в тот момент, когда должен быть рабочий материал, который мы можем использовать, оно вышло из строя. То есть, как бы, лучше иметь предсказуемость, чем непредсказуемость. А, хорошо, собаки, какие лучше всего собаки дрессируются на холерике, сангвинике, флегматике, мелухолике? Вот именно в приоритете вы кого для себя выбираете? Ну, в идеале, конечно, сангвиник. Ага. Это устойчивая психика, все сбалансировано, все отлично. Можно использовать очень хорошо холериков. Ну, как правило, чистых видов им у нас нету, поэтому сдвижки эти есть, и как бы с холериками можно работать, но с меланхоликами не работает никто, и как бы это просто невозможно. Ну да, эту собаку поставил, где поставил, там она и будет сидеть. Ей неинтересно жить даже. Вот малинуа, довольно-таки пытались ее как-то здесь популяризировать, эту породу, да, чтобы она была популярна, и, к сожалению, не получилось. Вот почему-то вот у людей, именно заводчиков, но получилось, я так понимаю, вот именно на службе в полиции, в Росгвардии, в таможенной службе. Так ли это? Не совсем так. Это хорошая собака для хорошего, сильного кинолога. Очень много мы смотрим видеороликов, где показано, как малинуа прыгает, как она там в высоту, на дальность и так далее. Да, сейчас как бы порода, ну, в таможне достаточно распространена, практически во всех регионах она есть, однако есть тоже проблемы с ее воспитанием, с ее использованием. А какие проблемы? Ну, в том числе, не исключена агрессия. А, давай что. То есть, да, собаки достаточно подвижны, достаточно сложны в воспитании. Это она как бы по своим показателям, я считаю, что все равно уступает немецкой овчарке. Та более адаптивна, более простая, это более сложная, это как сравнить гоночный автомобиль и автомобиль для жизни. То есть, если вы не готовы ездить быстро, то и не нужно покупать гоночный автомобиль. Спасибо. Ну, и, наверное, еще один такой вопрос, который лично меня интересует, тоже много подходит людей, ребят молодых. Кстати, кого больше в технологической службе, парней либо девушек? У нас, наверное, 50-50 поровну. В среднем по статистике, ну, в Самаре сейчас девочек больше, чем мальчиков. А почему? Ну, и женщин больше, чем мужчин. Почему? Почему мы не привлекаем ребят молодых? Что-то не хватает им там? Ну, не могу сказать. Потребность в кадрах есть во всех правоохранительных структурах. У нас, пожалуйста, приходите, научим, поможем. Вот, вот, последний вопрос. Как стать кинологом? Куда можно пойти учиться? Для того, чтобы стать кинологом таможенной службы, нужно обратиться в Самаре, если это самарская таможня в кадровую службу. Соответственно, после приема на работу вас направят на обучение, где вам будет по окончании обучения присвоена специализация, специалист в области кинологического обеспечения. Спасибо большое. Итак, наша программа завершается. Было интересно сегодня послушать вас, Алексей. Сегодня в эфире мы говорили о специфике кинологической службы. Нам рассказывал заместитель начальника службы, начальника отдела кинологической подготовки, службы организации кинологической деятельности Приволжской оперативной таможни, полковник таможенной службы Алексея Веремей. Ну, а мы еще раз поздравляем всех с праздником, вам здоровья и, конечно, мирного неба над головой. До свидания.